Мы же говорим не друг другу, мы же говорим людям, которые нас... Мы людям, конечно, конечно. Будут слушать нам, чтобы им понять вообще, уходить или оставаться. Я надеюсь, никто не будет нас слушать, чтобы понять, уходить или оставаться. Вот пусть сами решают. Но я бы сказал, что независимо от того, уходите или вы остаетесь, я бы сказал, делайте чаще и то, и другое. Потому что независимо от того, уходите вы или остаетесь, вы приобретаете опыт. А великая истина гласит, что жизненный опыт – это то, что получаешь, когда не получаешь того, что хочешь. Мне кажется, это очень хорошая, очень правильная мысль. Чем чаще мы не получаем того, что хотим, тем больше жизненного опыта у нас скапливается, тем больше он разнообразен, тем шире выбор, тем адекватнее я сам, тем интереснее я для других и для себя. Да, потому что история однообразного жизненного опыта, условно такая восточная история, то есть история совершенства, когда я воспроизвожу 30 лет подряд одно и то же движение в попытке поймать что-то глубоко внутри. Эта история очень крутая, но абсолютно асоциальная, она глубоко индивидуальная. А мы как социальные существа, мы живем в обществе, поэтому у нас все равно есть задача быть интересными друг другу. И вот жизненный опыт – это та штука, которую никто не отменял. А независимо от того, уйдете вы или останетесь, никто вам не мешает поставить тот же самый вопрос завтра. Ну, ушли вы, вы вернетесь еще разок, ничего страшного. Ну, вернетесь, а там заняты, подождете, еще разок потом вернетесь. Ну, выгоните кого-нибудь там этими тряпками, да, если вдруг там заняты. Ну, какие проблемы? То есть я считаю, что в этом смысле какое-то количество жизненного опыта, которое разнообразит нашу жизнь, это может быть… Это не всегда приятно, далеко не всегда, но это всегда полезно. И в этом смысле это та вещь, на которую я очень призываю всех подсесть. Позволяйте это себе, ну, пусть это будет. Пусть, пусть, когда ваши внуки спросят, скажи, пожалуйста, бабушка, вот, а ты знаешь что-нибудь про отношения? Вы такие, о-о-о, внучка, даже не знаю, с какой стороны начать. Вот это, да, вот когда из собственного жизненного опыта можно делать 10 лет сказок Шахерезады, не останавливаясь ни на один вечер. Вот это хороший вариант, который означает, что я точно не зря пожил. Потому что мне есть вот о чем поговорить, что вспомнить, откуда взять какую-то мысль, информацию. И, ну, и детям, внукам, правнукам есть о чем спросить, потому что они получат ответ. Может быть, не обязательно самые умные, не обязательно самые приятные, но точные, ну, как бы адекватные, интересные. Поэтому чудить в этом случае – это нормально. Получать удовольствие от уходов и от оставаний – это нормально. Развлекаться, строя отношения – это нормально. Нормально искать человека, по отношению к которым мои чувства будут сильнее, чем по отношению к другим – это нормально. Желать эмоций и каких-то сильных переживаний – это нормально. Хотеть, чтобы моя жизнь была этим наполнена – это нормально. Ну, и вот в этом смысле, наверное, я за это всегда голосую. И, как правило, ведь у нас не оказываются люди там, вот у меня тут на табуретке не оказываются люди, которые говорят, ой, в моей жизни так много разных эмоций, у меня жизнь так захлёстывает, а можно как-нибудь поменьше? Вот таких не бывает. Наоборот, приходят такие отпрессованные, которые в моей жизни одна единственная эмоция, да, вот оргазм, он случается по 24 раза на дню, и я от него устала, а можно как-нибудь разнообразить. Ну, Господи, святое дело. Конечно, давайте просто прервем то, чем вы занимаетесь, и, кажется, мы что-нибудь получим в качестве разнообразия. Вот я вот про это. И мы в конечном итоге, если к нам обращаются, мы всё равно постараемся помочь, сделать так, чтобы вы разрешили себе максимально широкий диапазон жизненного опыта. Уж какой из них вам удастся прожить, какой не удастся, какой вы выберете, какой вам будет казаться интереснее, а какой нет – это ваше личное дело. Но вот этот диапазон – это крутая абсолютно вещь, за которую я всё время голосую, и, наверное, которую я хочу призывать наших слушателей и зрителей. Андрей, какая рекомендация? Спасибо, спасибо. Эмилия Васильевна, а вы чем хотите завершить? Ну, если у человека ставить вопрос «Уйти или остаться», то надо думать, при каком варианте его жизнь будет насыщеннее и интереснее, и при каком варианте его способностей хватит, чтобы навести порядок. Потому что если человек думает, он видит, что у него и здесь беспорядок, и там будет беспорядок. И почему-то мы думаем, что вот если мы уйдём, то как-то порядок какой-то сложится сам собой. Пардон. Он сам собой не сложится. И просто тогда нужно сесть и подумать, а где моих сил, способностей, темперамента больше, где меня больше захватит, во что я больше вложусь. Ну, когда мои девчонки приходят ко мне, я вот разговариваю с ними, начинаю видеть вот её суть. Я заразила свою девочку влюбиться не в своего, не в альфу, понимаешь? И заразила желанием менять либидо и управлять своим либидо, и здраво смотреть на жизнь. А есть мои девчонки, которых я заражаю. Слушай, давай мы эту историю заканчивать, потому что закатываться ежедневно под плинтус – это не наш вариант. И как вот Андрей тоже говорил, да, вот это, когда у тебя уже такая странная семейная система, странные отношения, то мы на невербальном уровне передаём гнилые стратегии детям. Типа мы им счастье тут куём, на самом деле что такое счастье? Это умные коммуникативные стратегии, а ты бог знает, что им передаёшь. Поэтому здесь смысл какой? Я сказала, что берёте и разбирайтесь, где ж дынь будет ярче, круче, интереснее, небесполезная. У меня у моей бабушки было такое выражение, очень резкое. Там человек ушёл из жизни, а она так, жизнь прожила, как под кустом на гаде. Имеется так, вот, да, боже мой, я не хочу, я хочу, чтобы остался какой-то след. А след остаётся, когда мы можем быть субъектными. Продолжение следует...